Добрый день! С вами Ирина Багнюк и канал Усадьба Багира. Полтора месяца назад практически я поставила на укоренение черенки фикуса Бенджамина и показывала ролик об этом, как и что, что там обрезалось, как ставилось, все рассказывала подробно и обещала показать результат. Ну вот, выполняю. Итак, вот наши две этих кружечки. Вот начнем с первого. Вынимаем все, что есть. И здесь подробненько я вам все покажу. Что, как, как это выглядит. Это все, то есть ни один не пропал, ни один не был выкинут. Все они, конечно, в разном состоянии, но тем не менее. Ну вот, смотрим. Значит, есть вот такой, где совсем немножечко корней. Отставим его сразу. Вот есть чуть-чуть побольше. И вот есть самые большие. То есть вот эти вот можно сегодня уже сажать. Значит, как происходит все это? Сейчас я достану еще следующие и покажу. Потому что есть вопросы, бывают у людей, и им кажется, что у них портятся они. Значит, вот мы следующий рассмотрим из второй кружечки. Сейчас разложу, чтобы все подробненько было видно. Вот. Значит, вот, как видите, есть те, у которых корней еще нет, есть вот такие вот штучки. Вот. Вот так начинается. То есть, когда только-только вот они начинают расти, да, появляются такие точечки. Иногда у людей возникает вопрос, что тут что-то не так. Так, это все нормально. Это колесная ткань. Вот она потом развивается в такие вот, вот, как видите, здесь уже вот прямо, прямо такие, как грибы чем-то похожи, да. Вот. Вот из нее, из этой ткани потом уже корешки образуются. Так что это абсолютно нормально, когда у вас изначально вот так он выглядит, и потом уже появляются маленькие корешочки. Побольше вот тут видно. Ну, и со временем вот есть и так, и так. То есть, почему, зачем я их показываю сейчас все вместе? Вот прошло полтора месяца, и есть результат. И вот такой. Все в один день поставлены, все в один день пострижены. Все вот такой, такой. То есть, вот большие, хорошие корни. А есть и вот такой результат. Но, как видите, он абсолютно не потерял ни один листик. Абсолютно все хорошо. Даже вон есть новые начинают расти. Малюсенькие. То есть, все в процессе, все нормально. Он даст корни. То есть, когда у кого-то за три недели получаются корни, у кого-то полтора месяца, и вот такой вариант, то это абсолютно ни о чем не говорит. Не бойтесь, все будет хорошо. Ну вот. Значит, вот в таком виде они есть. Значит, возвращаем их в кружечку. Вот. Воду я ни разу им не меняла. Очень много раз читала, что воду надо обязательно менять, промывать. Я не меняю, я только доливаю воду. Воду использую дождевую. Можно использовать отстойную домашнюю, можно дождевую. Кому как удобно, но не сразу из-под крана. Вот эти тоже убираем. И на примере одного я покажу, что мы с ним делаем дальше. Вот, значит, мы выбрали такой. Вот такой вот. Корни у него достаточно большие. Их уже можно сажать. Очень много, где еще будут новые корни. Так что вот хороший. Значит, что мы с ним сделаем? Мы вот тут вот есть, как его обрезали, верхушку. Да, она чуть-чуть подсохла. Это уберем. Вот. И, наверное, уберем вот этот вот побег. Вот. Вот он готов. Теперь будем его сажать. Значит, сажаем их. Сейчас самое главное не посадить в большую емкость. Значит, выбираем маленький горшочек, желательно мягкий, чтобы нам было проще с ним потом впоследствии работать, потому что будет пересадка еще не раз, пока он начнет расти нормально. Значит, берем маленький горшочек, желательно с дренажными отверстиями. Если вы не планируете сильно заливать, умеете поливать, то, в принципе, в такой не обязательно дренаж использовать. Отверстие есть, этого достаточно. Засыпаем землю для комнатных растений. Получается где-то 2 третьих. И вот теперь, значит, смотрите, как я вот эту и обрезала, подсушила. Вот. Вот досюда, до этого листика можно спокойно его посадить. Поэтому делаем небольшое углубление. Вот, корешочки по возможности расправляем, чтобы они были не в одном направлении у нас. Ну и вот. Теперь аккуратненько подсыпаем. Вот. Засыпаем все вот эти, так сказать, зачатки корней. Всю эту колюсную ткань, она даст корни. Корней будет довольно много уже видно. Хороший такой череночек. Еще часто пишут, что когда мы только ждем, пока корни появятся, да, то надо укрывать еще сверху колбочкой, еще чем-то. Вот я ничего не укрывала, показываю, как есть, все хорошо появляется. И это при том, что пестролистные укореняются гораздо хуже, чем чисто зеленые. Вот. Дольше в этом плане. Не то, что хуже, просто дольше. Но, тем не менее, все хорошо получилось. Со всех, со всех вот этих вот много черенков упало буквально 3 листика. То есть, они засохли и опали. Все остальные хорошо себя чувствуют. То, что листики сейчас вот в таком виде, вот они такие вот поморщенные, как бы, не пугайтесь, это именно особенность сорта. То есть, это не то, что ему плохо. Это особенность сорта. И, кстати, вот какие новые, замечательные уже. Не просто побег, а уже с двумя листиками. И с этой стороны вот тоже. Листик новый. Ну вот. Можно еще немножечко добавить. Теперь хорошенечко его проливаем. Вот так немного. Сейчас она уйдет, влага. Магазинные субстраты довольно, когда они сухие совсем, вот в пакете лежат, они потом не так быстро пропускают воду. Поэтому немного подождем и польем еще. Тут можно еще даже досыпать. Вот таким образом. Уплотнили, сделали его ровненько, чтобы он стоял. И еще потихонечку полили. Ну вот, собственно, с ним практически все. Значит, что теперь делаем? Теперь его на яркое окно. Можно не на южное, можно на восточное. На западном надо бы чуть-чуть притенять в послеобеденное. Сейчас уже середина марта, поэтому могут быть очень яркие для него лучи сначала. Потом-то он привыкнет, но поначалу надо будет немного притенять или шторой, или убирать на послеобеденное время, когда там яркие лучи. Также и с южным окном лучше притенять. Но они очень любят яркий свет, поэтому как только он в течение нескольких недель привыкнет к хорошему освещению, уже может расти на ярком, хорошем окне. Обязательно его опрыскивать. Очень они это любят. Очень это полезно для них. Поливаем, когда у нас верхний слой земли просохнет где-то, ну, меньше на сантиметр. Где-то на сантиметр. Если больше, то они это плохо переносят. Пересушка им вредна. Они могут сбросить листья. Потом, конечно, он отойдет и придет в себя. Но поначалу сбросит листья. Это будет не очень хорошо, особенно для маленького черенка такого. Так что поливаем умеренно. С такой вот хорошо видно. Вот уже видно, все у нас хорошо. Пролился весь ком земли. Сейчас эту воду сольем. И он отправится на окошко. Опрыскиваем, поливаем. Когда будет тепло, выносим на улицу. Первые опять несколько недель. Независимо, даже если он на окне стоял на южном. То при том, как вынесли на улицу, на балкон, на террасу. Опять же, сначала первые недели мы его притеняем, чтобы не сгорели листья. Потому что это очень быстро происходит. И очень плохо. А потом он прекрасно растет на улице. Для него это очень полезно. Значит, формировать, обрезать пока что рано. Следим за новыми нашими вот этими листиками. Чтобы они чувствовали себя хорошо и будут новые. Ну, на этом все. Так что сажайте свои фикусы. Я думаю, у вас все получится. Я эти высажу. Потом впоследствии, возможно, будем их еще как-то формировать. Или, может быть, заплетать другими способами. А не тем, которые я уже делала. То есть, возможно. Не обещаю, но вполне возможно. Или подарю друзьям. А вы высаживайте. Если что, спрашивайте. Всегда помогу, отвечу. Подписывайтесь на канал. Узнайте продолжение.